Всем привет! Помните, я обещал, что часть заработанных денег отдам на благотворительность. И вот сейчас я приехал в детский дом. Буду делать людям приятное. Я вот подумал, как дарить подарки. Первую встречу хотел организовать с детьми. И спросить у каждого, какие у кого мечты, какие хобби. Чтобы подарить какие-то специальные подарки, чтобы детям было реально приятно. Использовать все это было. Потому что все дарят, знаете, какие-то однотипные подарки. Все одно и то же всем. Марина, да? Покажи, где твои рисунки. Вот. Вот рисунки, Марина. И все. Вот это она. Тут некоторые из моего класса. Так, сейчас дети пишут свои мечты, пожелания на листочках. А я уже буду смотреть, что покупать. Встретил я своего подписчика. И реально очень приятно, что... Я, кстати, еще никогда не встречал своего подписчика. И вот человек смотрит все мои видео. И, блин, мне реально очень приятно. Приятно, что не забываешь о детях. И что добился таких успешных самых призов. Что не сдаешься. Рассказал я, кстати, вот свою историю. Как вот это все у меня происходило. Что никогда не нужно сдаваться. Всегда верить, мечтать. Согласен, да? Конечно. Ну, не каждому такое дано. Ты так крепко держаться на ногах. Удачи тебе. Еще раз спасибо, что приехал. Итак, наконец-то я рассортировал все подарки. Особо спорить не буду. Здесь вы видите игрушки, там телефоны. Здесь предметы первой необходимости. Там гели, шампуни. Уже все готово к вручению. Так что обо всем расскажу в следующем видео. А сейчас погнали торговать. Итак, сегодня у нас торговля на выходных. Видео я уже вам записал. Вот я заключаю сделки. Много меня просило людей, чтобы я вам показал, как торговать на выходных. Как торговать на криптовалютах. Итак, здесь я заключаю. Видите, сделки по 1000 рублей. Потому что я неправильно поставил и не увидел. Думал, что у меня стоит 10 тысяч. Сейчас заключаю я по 1000 рублей. Итак, здесь у нас эфир 80%. Что я вам хочу сказать? Как торговать на криптовалютах? На криптовалютах они в основном предсказуемы. Более предсказуемы, чем валютные пары. На криптовалютах вы должны смотреть тенденции. Вот видите, какая здесь тенденция. Вот я отдалил график. Здесь у нас на эфире резкие всегда идут просадки. Видите, как график стреляет. То вверх, то вниз. Резкие просадки, резкие повышения. Вот это вам нужно ловить. Вы посмотрели тенденцию. Как вел себя график. Может быть резкие просадки идти на нисходящем тренде. Тогда вы будете заключать в нижних точках на повышение. А могут резкие просадки на восходящем. Тогда в нижних точках на повышение. А при нисходящем верхних на понижение. Вот. Вот видите, как здесь график выстреливает. Я вот жду вот этих вот самых-самых резких просадок. И там буду заключать на повышение. Здесь у нас вроде бы идет флэтом. Ни вверх, ни вниз. И вот такие вот ситуации нужно ловить. Конечно же, ориентироваться на линии, на уровни поддержки и сопротивления. И ловить вот такие вот ситуации. Вот эфир всегда так себя ведет. Вот если вы замечали, эфир всегда резко стреляет, резко повышается. Вот. Здесь я уже, видите, заключил на 10 тысяч. И вот еще одна хорошая очень просадка. И здесь я заключаю по 10 тысяч на повышение. Так, здесь я вот активирую еще одну безрисковую сделку. Но заключить не получится, потому что лимит 10 сделок только можно ставить. Здесь у меня произошла просадка. Я уже объяснял в других видео, что такое просадка. Просадка в том, что я вот просел. Видите, какой у меня сейчас баланс? Какой был баланс? В прошлом видео просто я закончил на сумме в 790 тысяч. А сейчас немного подслил. Кстати, таки подслил как раз таки на эфире. Потому что в чем опасность? Опасность эфира в том, что вот он резко выстреливает. И в конце он также может вам резко опуститься и вас закрыть. Там реально там остается 10-15 секунд. Вот так вот эфир стреляет. И вот я объясняю людям, почему просадка. Потому что люди там, которые вот только посмотрели первое видео. Вот это вот, например, видео. Говорят, да какая просадка? Ты же вон в огромном плюсе, да? Нет. В прошлом видео вы смотрите баланс моего прошлого видео. И я вот сравниваю с прошлым видео. И вот если бы, конечно, я здесь не затупил, да? Не поставил по 1000 в начале, а поставил по 10. Я, конечно же, бы перекрыл все. Я и так здесь, конечно же, перекрою. Напоминаю, что видео я уже записал. И просто вам его комментирую теперь. Так, теперь хочу поговорить с вами о ставках частями, да? Вот видите, я ставлю частями. Встречаю комментарии пользователей, которые говорят, зачем ставить частями, почему ты не ставишь одной сделкой всю там сумму, например, в 100 тысяч или в 50 тысяч. Потому что частями намного безопаснее. Видите, можно в разных точках заключать. И если график, например, в конце резко вас закрывает, вы теряете всю сумму. А так одну закроет, одну не закроет. Так что так торговать намного безопаснее. И всем вам рекомендую торговать, разбивать ставки и ставить частями. Но здесь я, как сказать, не сильно рискую. Ставлю, видите, по 10 тысяч. Это сколько? Один процент или полтора процента от моего депозита. То есть все я правильно делаю. Вот я не знаю, буду я ли миллион снимать в этот раз? Или буду снимать уже 2 миллиона? Вот я думаю, все-таки буду идти на 2 миллиона, уже повышать. Первый у меня был путь к миллиону. Теперь у меня будет путь к 2 миллионам. Думаю сделать вот так вот. И когда уже у меня будет миллион, счету, может я буду заключать где-то сделки по 3 процента депозита, там по 30 тысяч. Так. Первые сделки у нас начинают закрываться по тысяче, да? Вот. Это должны быть сделки по 10 тысяч. Вот бездисковая закрылась. Так. Ну вот видите, здесь идет отлично, но в любой момент этот эфир может быть вниз просесть и вас закроет в минус. Так что вот здесь, вот в чем минус такой вот торговли? Она такие валютные пары, не валютные, а криптовалюты. Криптовалюты. Очень предсказуемы. Биткоин. Кстати, по поводу биткоина. Вот биткоин сейчас просел. Мне писали люди в личку, которые покупали биткоин. Купили биткоин на 7300. Купили биткоин. Кто покупает биткоин? Еще раз вам напоминаю. Самая главная ошибка. Когда вы будете покупать биткоин. Не покупайте, когда он растет. Когда он растет, растет и никогда не падает. Никогда не покупайте. Кто же покупает на самых верхних точках биткоин? Да, ждитесь просадки. Ждите просадки. Вот сейчас он просел на 1000 баксов вниз. Вот теперь уже, вот теперь лучше, конечно же, купить, чем когда он всегда растет. Вы всегда ждите просадки. Но не переживайте, когда вы уже купили на 7500, ждите. Ждите, он все равно выровняется и пойдет вверх. То есть здесь главное не паниковать, не продавать. Ни в коем случае не продавайте, когда он просел. Надо ждать. Что я вам еще хотел рассказать? Рассказать хотел по поводу детского дома. Вот это у меня как бы первый такой опыт, да, такой большой помощи. То есть я помогал людям, но не так глобально, так сказать. И это очень, кстати, классно, я вам скажу. Другие эмоции, другие ощущения на душе абсолютно. И я уже захотел больше делать благотворительности. Потому что вот когда посмотрел на этих детей, пообщался, сначала, знаете, у нас все было так сковано, так зажато. Дети не хотели говорить свои мечты. Но когда я дал им листочек, они начали там писать, писать, полностью раскрылись. И потом только бегали и говорили, можно я еще допишу, можно я еще допишу. То есть все прошло отлично. И вот уже, видите, подарки готовы к вручению. Так, закончили мы здесь. На этом моменте я принимаю завершить торговлю. Мы в плюсе получились на 11 тысяч рублей. На 11 тысяч рублей в плюсе по сравнению с прошлой торговлей. Вот так я вам скажу. Вот, видите, я просел. Две продажи. Три неудачных. То есть 5 неудачных сделок было у меня по 10 тысяч. И вот я на них просел. Если бы я заключил не по тысяче, да, а по 10, все было бы отлично. Я был бы в большом плюсе. На этом я с вами буду прощаться. Вот уже буду договариваться, когда отправлять, когда заезжать к детям, отправлять подарки, вручать подарки. Сделаю это уже в следующем видео. Может быть не в следующем, может там через два видео. Не знаю, как у меня получится. Так что спасибо вам всем за поддержку. Не забывайте лайкать, подписываться. Всем приятной торговли. Удачной всем торговли. Всем пока.